Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в студии ГТРК «Волга» министр спорта и физической культуры Ульяновской области Рамиль Егоров. Здравствуйте, Рамиль Евгений. Да, добрый день. Давайте подведем итоги 2021 года. Чем он знаменателен? В первую очередь он знаменателен тем, что мы наконец-то запустили программу «Пятилетка спорта». Мы ее так назвали. 2021 год у нас был посвящен году детского спорта. Это первый год в «Пятилетке». Первый год, да. Следующий год у нас будет годом студенческого спорта. Это говорит о том, что именно в рамках этой «Пятилетки» мы будем делать акценты на ту или иную группу населения, как возрастной, так и социальной. Поэтому мы хотим сделать крупные мероприятия, приглашать сюда гостей больших, проводить крупные мастер-классы, открывать объекты, проводить чемпионаты, первенства. То есть все будет сосредоточено на рамках реализации этой «Пятилетки спорта». Год детского спорта что нам принес? Год детского спорта нам принес то, что, например, начиная с того, что мы порядка шести алимпийских чемпионов сюда привезли к нам в регион для проведения крупных мастер-классов, не только, понятно, в городе Ульяновске, но и в целом по Ульяновской области, на нас обратило внимание федеральный центр. И, соответственно, благодаря этому мы также приняли участие в разработке большой программы концепции развития детского спорта и школьного спорта на территории Российской Федерации. Тоже сказать, что мы провели фестиваль школьного спорта среди стран СНГ, где Ирина Константиновна Родина курирует этот фестиваль и вообще направление школьного спорта в России. Поэтому она дважды к нам приезжала в этом году и проводила большие совещания, приглашала в Москву нас, то есть обменивались опытом. Для нас это был очень насыщенный год в рамках празднования мероприятий года школьного спорта. И поэтому для нас это был большой опыт. Мы формировали команду для того, чтобы понять, кто с нами дальше идет, потому что мероприятия ожидаются у нас уже в следующем году очень большие. Этот год также был знаменателен тем, что впервые шесть спортсменов от Ульяновской области приняли участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх. И впервые в истории ульяновского спорта два человека, это Никита Катуков и Анастасия Славьева, стали бронзовыми призерами Паралимпийских игр. Это настоящие герои спорта, на которых мы смотрим, равняемся и хотим, чтобы дети наши приходили в секции, занимались спортом и видели, что из обычных мальчишек и девчонок можно стать настоящими национальными героями. Понятно. Нужно место, где заниматься. И тут тоже есть чем гордиться замечательно. И Татьяну Арену открыли. Да, Татьяну Арену мы открыли в апреле этого года. Это по проекту «Спорт нормы жизни». Было федеральное финансирование, часть была региональное финансирование. Мы его открыли. И очень горжусь этим объектом, потому что все гости, которые приезжали к нам в регион, отмечают его исключительность. И там уже прошли первые соревнования. Да, и областные соревнования, и этапы всероссийских соревнований. И в 2022 году в рамках года студенческого спорта мы получаем один из этапов спорта-киады всероссийской по гимнастике. Такого никак не было. Потому что это объект, который позволяет нам проводить соревнования любого уровня и, в принципе, по многим видам спорта. Мы не хотим акцентрироваться только на гимнастике. Если объект включен в реестр всероссийский по объектам спорта, то, соответственно, и соревнования различных уровней мы можем проводить на этом объекте. Бассейнов, заметно, в Ульяновске в этом году прибавилось? Совершенно верно. Мы, наконец-то, построили малую чашу в торпеды. Мы построили совместно с муниципалитетом и по линии федерального центра бассейн в Ишиевке. Наконец-то довели до ума бассейн в Инзии. И на следующий год мы его точно уже запускаем. Скорее всего, прорабатывается вопрос сейчас у нас на то, чтобы забрать его на баланс Минспорта. И, соответственно, мы уже доделаем те документации, которые там не могут сделать, и запустим, потому что население ждет этот объект. И, как бы, помимо этого мы достроили центр бокса и пауэрлифтинга в Сурском. И уже с января этого года, 22-го года, он будет уже открыт и функционировать. И там же у нас получается, что тренер будет устроен по нашей новой программе, которую мы запускаем тоже в 22-м году. Это тренер на селе. То есть это человек, который переедет из города у нас, отучившись в педагогическом университете, приедет в Сурск. Специальное образование имеющее? Специальное образование. Мы выделяем миллион рублей на приобретение жилья. И, то есть, у нас будет три таких человека в следующем году. То есть, один из этих людей как раз будет работать на совершенно новом объекте. Вот. Для нас это очень большое подспорье, потому что я сам из сельской местности. Если бы это было в мои годы, было бы очень статусно принять участие в этой программе и работать по такой программе. Ну, теперь ждем чемпионов из Сурского и других районных центров. Да. Кстати, а вот теперь получается, что только в Базарном Сызгане, в Старой Майне и еще где-то нет ФОКов. В остальных районах везде, да? У нас, значит, в Базарном Сызгане есть ФОК. У нас, действительно, в Старой Майне его нет. Но в 22-м году мы, значит, уже начали строительство там физкультурно-разведственного комплекса, пневмокаркасного типа, как открыли в этом году в Чердаклах. То есть, такого же типа, да, в Старой Майне. Значит, к августу, я думаю, уже все точно работы закончатся и дню физкультурника. Но подрядчик обещает даже, может быть, на пару месяцев ускорить работу и сдаст ее в начале лета. И здесь мы с вами плавно перешли к бюджету 22-го года. Что он обещает? Он обещает тот темп, который набран в строительстве, в ремонтах, в проведении мероприятий, его сохранить в 22-м году и немного увеличить. Так как федеральный центр на сегодняшний день нам согласовал сумму порядка 700 миллионов рублей на строительство, на реконструкцию объектов, на закупку инвентаря, оборудование по федеральной программе «Спорт нормы жизни». Поэтому в этом плане мы защищены и продолжаем строительство крупных объектов, которые мы начали в этом году, тот же «Сутбольный манеж». Как-то неожиданно рост строительных материалов, в том числе и в спорт, вымешался. Ну да, мы попали в один из семи таких крупных строительных объектов, где действительно пошел большой рост цен по понятным причинам. Но благо тому, что федеральный центр поддержал все наши предложения в рамках того, чтобы нам довосполнили тот бюджет, который необходим. Поэтому здесь опасений нет. И в ноябре 22-го года, надеюсь, ничего не случится, мы этот футбольный манеж полноценный на Шолмово с 500 трибун мест, мы его все-таки откроем. И у нас есть дальнейшая уже концепция развития этого микрорайона. У нас есть идея создания там полноценной академии футбола, чтобы уже не только был манеж, но там есть у нас земельный участок, где мы тоже забрали, и там продолжится строительство открытых футбольных полей. То есть это будет такое ядро футбольное, потому что оно уже давно назрело. У нас есть команда мастеров, под которую равняются наши дети, и многие переезжают, но готовы вернуться. Поэтому это будет большим подспорьем для развития именно футбола, если брать в целом. То есть вот эти открывающиеся дворцы – это, по сути дела, база для детских школ? Да, это полностью. Если брать центр художественной гимнастики, там базируется школа Олимпийского резерва художественной гимнастики. – Понятно. Ну, вы уже анонсировали, что 22-й будет годом студенческого спорта. И самое громкое мероприятие в рамках этого года какое? – Это право проведения универсиады, Всероссийской летней универсиады по шести видам спорта. То есть шесть финалов будет проходить на территории Ульяновской области. Плюс нам доверили право проведения церемонии открытия и закрытия универсиады. То есть почетные гости, полторы-две тысячи студентов со всей России. И самое главное, что на территории нашего региона будет отбираться состав сборной России для участия в международной универсиаде, которая пройдет уже в Китае. Поэтому все сильнейшие будут здесь. – Основные площадки, где это пройдет? – Это практически все базы наших высших учебных заведений. Это Волга Спорт-Арена, это Стадион Труд, это Лехоатлетический Манеж, то есть те объекты, которые либо новые, либо реконструированы, где нам позволяет принять мероприятия любого уровня. Потому что и гостиничный фонд, и ресторанный фонд у нас все подходит. То есть мы защищали нашу заявку, там на протяжении, наверное, четырех месяцев постоянно были на связи с Москвой. И благо, что Министерство спорта Российской Федерации и Студенческий Союз нас поддержали, приезжали сюда, ревизировали полностью. Но я очень рад, что это у нас получилось. – Главное, чтобы теперь спортсменам понравилось. – Я думаю, мы создадим… – Достойные результаты, чтобы они показали. – Совершенно верно. Мы создадим максимально комфортные условия для каждого гостя нашего региона, для наших спортсменов. И, конечно же, культурная программа, у нас есть чем гордиться, есть что показать. Мы полностью создадим все комфортные условия, чтобы достойно принять это мероприятие. Ну и будем желать победы нашим спортсменам. – Спасибо, что пришли к нам в студию. И я напоминаю, что сегодня в студии ГТРК «Волга» был министр спорта и физической культуры Рамиль Егоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова